Ну что ж, продолжаем, дорогие друзья Смотреть за изи каткой против Брейм Матча получается довольно насторонний пока что Хотя мы видим точно что Брейм и что изи каткой Исполняет довольно грязненько Поэтому может случиться теперь уже все что угодно По первому драфту все было прекрасно Плюс-минус понятно Хотя мы с Димоном во мнениях разошлись, например Но в целом видно, что Бреймы Домой зад немножко лучше пикуют И немножко лучше исполняют И сейчас интересно посмотреть за тем Как у нас будет раскрываться Рейзер вместе с Варлоком Которых уже взяли себе изи катка В ответ на Вайпер Я так понимаю, что просто так бы Рейзер Этого бы не взяли А тут все связано с тем, что Бреймы, во-первых, любит чизовых персонажей на тройку брать А во-вторых, это Вайперотский И его надо закрывать сильным лейнером И изи катка взяла себе реально очень крутой И сочный лейн против этого Вайперотского И Леон скорее всего останется здесь Несловно нахлебавший Если мы дадут Вайпера, я бы на их месте уже бы свапал его на пост 5 Я бы тоже так сделал Только хотел об этом сказать Во-первых, Элевен сам по себе такой игрок Который неосторожно играет И линия Варлок-Разор Она вообще шансов Вайпера не оставляет То есть ты хочешь доминировать А там герой, который готов с тобой драться Это Разор И герой, который будет этого Разора страховать То есть задоминировать линию на Вайпере Становится автоматически в разы сложнее Да, вы можете убивать Варлока с таском на пару Это несложно объективно Надо добраться просто до него Но там первый, второй уровень И будет очень тяжело стоять брейм Если именно так Вот если все эти 4 героя Это одна линия Мы изначально такой вариант рассматриваем Естественно, можно там по-разному героев расставлять Можно Вайпера на пятерку сместить, если надо Можно таска в мид поставить, если надо Разора в сложную поставить, если надо В общем, опции масса Но я не думаю, что будут брать какого-то героя Другого стоять против Вайпера Вместо Разора Так, бан Войда Они в прошлое его банили, да? Ну, с другой стороны Здесь-то он даже посимпатичнее будет Ибо Рейзер реально ощущает Войда довольно плотно Так, ну ждем, ждем Что там они еще придумают Потому что пока Единственное, что я считаю Что бреймин нужно Это свапать Вайпера на пять Что, конечно, сломит линию Точнее, не линию, а уже Мидгейм Для них Но на линию все будет все равно в порядке Можно практически любого кора подбирать под этого Вайпера Желательно, конечно, миличного Вот Или даже какую-нибудь условную луну Можно в целом, теоретически говоря, вытащить Вот Ну, и Езекатка думает на тему того Кого же еще забанить Кстати, брейму убрали от Джиггернаута Учитывая то, что Рейзер уже появился в пике У Езекатки довольно странное решение Видимо, они считают то, что потенциально Рейзер может быть медовым А не сейфлейном Это, конечно, тоже реалии Но я думаю, что Езекатка будет просто отталкиваться от того Где Вайпер будет И туда уже Рейзер оставить И дальше надо что-то выдумывать Из популярных героев Зевс все еще не в бане Да, мы от бреймов видели его в предыдущей карте Он здесь все еще довольно вхож Поэтому Езекатка правильно делает Что просто рейтит Зевсу Довольно плотно И бреймы Имеют возможность взять себе Какого-нибудь условного бристлбека Ну, просто розетки уже не особо сильно хочется Но все еще можно Если мы берем метовых персонажей Которые быстро игры сканчивают Так, ну кто дальше Возьмите какого-то ловца И Варлока, и Зевса Универсала Ловец Да, на самом деле Ну, то есть тут Ускар уже этим занимается Во-первых, да То есть он герой, который вкатывается Во-первых, он сейвит из-под ультимейта Зевса и Варлока Во-вторых, он дает тебе возможность Увлететь в них с ноги Что, закрыть шардом Соответственно, никуда нифига не убежишь Правда, Зевсу на шард этот пофиг Но Варлоку и Рейзеру неприятно Что там по кайфам у нас Давайте посмотрим От винлайн 1.52 на Брейм 2.27 на изи-катку Ну вот уже не все так однозначно, да Кажется по цифрам Про баннер, конечно, тоже не забываем Забираем прибет до 10 тысяч Брейм, полтора Это нормальная цифра, если честно Наверное, на фоне того, как они играли В первой карте Не очень уверенно это было Сикер Коттл Интересно Ну такой драфт на доминацию, да На дужку просто в мидгейме Мне кажется, Коттла можно смело в мид ставить Пятерку, конечно, Лас Пик так себе Или Вайпер пятерка, да Сикер Вайпер линию Сикер Вайпер скорее всего линию Ну либо они реально ставят 11, но все равно Вайпера Типа на тройку, что бы нет Я не думаю, что для них это настолько серьезная проблема Ну медовый Коттл здесь хорош До него сложно добраться Про каста он здесь вырубает серьезно И там даже големам очень сложно по Котлу попасть Потому что он так обычно далеко от Варлока стоит И зацепить тяжко Разор Зевс это тоже не делают С контролем у изи катки довольно плохо все А тут такие быстрые герои Коттл, Сикер Только Вайпер относительно статичный И пикается Панда Интересное решение Довольно неплохой, кстати, здесь пик Во-первых, Панда просто похрен на плацикера максимально Да, то есть он не ощущает этого героя Раптуру в него давать бесполезно Вайпер против него ничего особо не делает То Скарт, да, неприятно, но не то чтобы В общем, прикольный герой, прикольное решение Учитывая то, что им нужен был какой-то жирнич, который будет создавать тимфайт Потому что у них просто буквально нет инициатора И вообще тимфайта самого по себе, да, не считая Зевса То хорошее решение Довольно грамотно Котел, кстати, все еще не понимаю, мидер не мидер Потому что не уверен, что он настолько здесь хорош Хотя я согласен, что с ним пока никто ничего не делает Минус Бэтрайдер, минус Квапа От Бреймов Не очень понятно, почему они Квапы боятся, честно говоря Это очень странный бан Обычно ты против Розора можешь увидеть бан Квапы, например Но не наоборот Да, да, именно так Но вообще я не понимаю, почему Квапа Потому что здесь даже слота нету, если Зевс мидер Но если Зевс четверка, окей Но вам не пофигу ли на этого героя вообще максимально? Чего он тут делает-то такого? Они, может, просто не могли придумать, какой бан сделать? Странно, конечно, странно Вот бан Бэтрайдера совершенно понятен Он, правда, здесь хватает Ты говорил о том, что нужно хватателей, да? Там, типа, чуваков, которые будут контролить По контролю все еще проигрывают Бреймы довольно серьезно И я солидарен, что можно было бы взять Беттика Или какого-нибудь Эмбера Кстати, против Эмбера пока для Бреймов вообще ничего нету Ну, если вот мы берем котла за пятерку Или там четверку, например Вот, то против Эмбера Тут вообще ноль контроля у из-за катки Невозможно его будет остановить Баланарфбан Окей Думаю, то, что тройку напикают И сейчас Бреймы Ну, в принципе, это правда Скорее всего, тройку и будут брать Хотя возможности по флексу у них миллион Они могут даже сикера, кстати, три поставить Они даже могут котла три поставить Вообще любой герой здесь на три ходит, реально Так, все-таки last pick Disruptor Самый простой вариант Самый-самый очевидный выбрали Единственное до сих пор вопрос Котл или Таск в центре Ну, наверное, все-таки Котл А Таск пойдет вместе с Вайпером Ну, по-моему, это 1-1, если что Ну, на полном серьезе Путч ГГ Это Медовый Путч Тройка Зевс А, нет, тройка Брю, прошу прощения Четверка Зевс Пятерка Варлок Ну, ГГ, я не знаю Тут я не вижу ни единой причины, чтобы Сказать то, что Бреймы это выигрывают Но они это выигрывают просто по той причине, да, что они Тупо сильнее играют Но драфт у издекадки в этот раз просто шикарный Вообще Такие три серьезных мужика Идут вперед Сзади там Зевс с Варлоком помогают Накидываются пылы Из минусов, да, все еще довольно мало контроля То есть у Пуджа всего лишь он один добавился Брюрик только когда раскладывается дает стан, дает юл А все остальные не дают контроля вовсе Но, ну там, типа у Варлока микро стан У Зевса микро стан Но это сомнительно Но в целом, типа, мне очень нравится, что напикано Изи каткой у Бреймов Какой-то, ну, типа нормуль Но Вайпер на линии против Разора должен проиграть Ну, не проиграть, а 50 на 50 отстоять По игре этот Вайпер на позиции 3 смотрится вообще неинтересно И композиция файта полная вообще Ну, отстой с точки зрения того, что у тебя нету ни одного Среди коров героя, который был бы фронтленером Да, то есть у тебя коры — это котел, сикер и вайпер Че это, блин, за набор? Как вы позиционировать собираетесь в этой игре? Я не представляю То есть единственный герой, который позиционку создает И который хоть какие-то контроли дает и так далее Это тускар Ты такой классача А если тускар у вас умирает, вы дальше драться можете? Потому что если умирает у изи катки, например Их пост 4, или их пост 5, или даже их пост 3 То они все еще могут драться А если у вас умирает пост 4, то вы просто ни черта не можете больше В общем, такое, такое, конечно Сомнительное удовольствие, честно говоря Таким раскладом играть Но понятно, что проимент знает, что делать, да, этим раскладом Но если паджик нормальный Если здесь паджик здорового человека, а не курильщика То, по-моему, это вин для изи катки Че там за кайфы, кстати, были на эту карту? Полтора, полтора Полтора на Брейм и два с копейками Ну, слушай, я бы сказал, что да Два с копейками звучит, как будто бы потанцевал нормальный Ну, относительно неплохо, согласен Ну, давайте посмотрим Это больше такой Бреймовский драфт Они на сикерах частенько раньше катали Они вообще любят, да, вот этот вот набор свайперов Вообще, драфт как будто бы из предыдущего патча Котел медовый какой-то, блин Непонятно откуда взявшийся, да? Хотя у Виши это реально сильный герой Вообще таких любят, типа чазовеньких Типа там стинкеры, котлы Вот это вот вся грязь Ну, кстати, да Это ведь сикер Погоди, на мажоре на предыдущем же не д-патч был Он же после мажора вышел Блин, ничего не путаю Наверное, со временем Он в мае был, правильно? Угу Вот, там сикер просто был очень популярен А, ну да, там же ЦК был в мете Потом-то он пропал Вот И там сикер частенько появлялся Причем южноамериканцы его там по КД использовали Как контру ЦК Это работало, реально, он побеждал Регулярно Вот Сикер вообще кайф, я бы сказал То есть реально сильный герой И мне кажется, почти во всех метах Но Сейчас кайф именно в том, что У тебя есть двойной вариант его использования У тебя есть два билла, да? Один зависит от твоих хп, другой зависит от хп противника От процентажа, в смысле На боте тем временем был мини-ганг От дизайра и компании Пробили неплохо разора Ну, слава богу, что живой Так, по-прежнему в тройне он здесь стоит Посмотрим, будет ли еще одна попытка напасть Варлака убить надо Вот прям сейчас хоти убить Лоу, куда он вышел? Не знаю, куда вышел Вячеслав Ну, в целом, это вообще не проблема Глаш и Брейзер не умирал Вот А так, они, да, создают вот это начальное преимущество для Вайпера Потому что понимают, что Вайпер в чистом поле Это не особо выиграет эту линию А ему очень надо выигрывать линию Потому что он создан для того, чтобы линию выигрывать Витер тем временем получает на себя Пару костов Тхак не смог зарядить ему сайланс Тупо не попал Такое бывает И Витер живет Все с ним будет в порядке Ну и на медузе 7 лсхитов для Пуджа Стоит по кайфу первое время, очевидно Потом будет уже посложнее Потому что котел будет постоянно задувать Но это в целом тоже не проблема Главное ботинок во время залутать И все будет океан В общем, я здесь буду сидеть и топить за баджика И вообще топить за пик изи катки Потому что он выглядит интереснее Намного более гибким Но он интереснее точно Еще гибкости посмотрим Тут можно С провальных линий просто посыпаться Очень серьезно Может и сикер вроде как на фрифарме Снизу пока вот 2 килла ребята сделали В центре у котла тоже проблем против Пуджа Быть не должно То есть даже если Пудж вытаскивает котла Вот в теории он его Не убивает все равно Потому что рот не так сильно Замедляет Недостаточно, чтобы котел с сапогом Не убежал То есть Виш точно будет Тепармить Ты уже соскучился, если честно, по тинкеру от Виша Помнишь? Он что-то разыгрывал Играл на нем сейчас тинкеры Снова один из самых непопулярных героев в игре Да слава богу Я реально до сих пор ненавижу его в паблике Я постоянно баню В паблике, да Я тоже, типа Это самый молодой герой Так нет, в прото интересно, очевидно Потому что Какое-то разнообразие добавляет Вот Но в целом Как только он появляется в прото Соответственно он начинает появляться и в пабликах Все больше и больше И ты думаешь Нет, пожалуйста Не пикайте это Никогда Мне кажется, этот герой До сих пор Его не придумали Изменения такие, чтобы он И им бой не был И просто куском не был То есть нет баланса в нем Либо одно, либо другое Ну таких целая плеяда героев совершенно Неодекватных Типа Мипарь, например, концептуально Просто не может быть не сломанным, да Он либо сломан в одну сторону Либо сломан в другую Тем временем Вайпер на боте погибает Ну то, что у Левена будет плохая линия Мы говорили еще с момента второго пика Когда этого Вайпера закрыли Варлоком вместе с Рейзером И мы думали о том, что они должны Свапнуть этого героя Но они его не свапают Поэтому он оказывается в таверне Красиво, кстати, за доджил Плазмойфилд Лукаса Первый вопрос Дотыкает ли Элевен? Походу дотыкает Тут, кстати, у нас размен был От Райза вместе с Вишем Райза с Вишем Да, да Фул экспузел у Талза Соло килл И у него шестой левел Теперь в сравнении с пятым с половиной На котле При этом все умирает еще и Варлок Но это на самом деле минорные киллы совершенно Не особо важные Вот сейчас Пульш начнет линию Немножечко выигрывать Котлу надо быть аккуратнее Потому что он раньше левел получил И с шестым он может котла убивать Конечно может Но котел-то не будет показываться на лайне Он будет просто откидывать И сваливать, соответственно Вообще, как там это все произошло Интересно, но мы наблюдали за ботомом Фу из этим времени появляется у поджика Дальше сразу огоним Совершенно очевидно То есть если сейфлейновые или тройка патч Довольно часто собираются в худак Или в ангард до огонима То мы видим Рейс сейчас говорит Потому что ему пофигу на выживаемость Он хочет просто ходить и жрать людей И вонять на них максимально сильно На топе Линия, кстати, получается очень скучной Я так смотрю Там киллов не было совсем Да Ну это че здесь? Ну то есть У тебя комбинация какая, да? Что Спартаныч ставит Кинетик фил Ты кидаешь Таасала Тандер И ты вроде как типа убиваешь людей Почему-то эта комбинация А, ну в принципе Ладно До котла добежал Зевс Пытался сломать лайн У него в принципе это получилось Сейчас еще отводик будет от вьютера Шестая минута А тут с утраивала котла Красиво Мне, кстати, Чел написал в личку пока Говорит, что Правильно читать у Айви Мизера не Моисей А Мобей Вот Не знаю, откуда он формат Это получил Вот Но теперь мы будем знать Возможно, что это все еще тоже неправда Вот Так, нет никаких подтверждений Я уже привык к Моисею Это прикольно Так, на топе Не будет в атаке, правда Забыли, да? Это вот когда долго не играешь против Дезраптора Да, 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 да Эта тема, она вообще Прям классика-классик Я сам так же делаю И потом так Боже, точно же Это же так работает Потому что ты тысячи лет Реально обычно не играешь против Дезраптора В паблике почти никто не пикает Если он не в супер-мете Он недавно, в принципе, не был Год назад Где-то, может, полгода назад И панда в таверне Панда в таверне А еще сюда пришел Вячеслав Зачем, братан? Что ты собираешься сделать здесь Кроме как зафилить? Красивые там были Да, нет, банды крутые Даже пришел еще Добил там Зевс пятерку Но ты сам выдаешься сейчас На халяву Совершенно непонятно Зачем? Че это было? Учитывая, что точно знаешь Что у Пуджа нет УТП И он точно не придет пешком Потому что нафиг ему это все сдалось Приходит получать Эксплоспартон На топе, так понимаю, нападал Вот он под Пивасом Пытается выйти На Дизайра Итхага Да, да Лидер получает Раптуру Ну, Брюмастеру Заруинили, конечно Игру знатную То есть Темп, который он должен был Получить с этим шестым левлом Да, когда он может Спокойно драться Развлекать всю карту Пока там его тиммейты фармят Он у него потеря Серьезно Поэтому он будет бедный Вот Герой Что супер неприятно, конечно Вот Ну, а Паджик тем временем Просто остался на меду фармить У него 4100 Котел его очевидно Перефармивает Просто потому что Это котел Герой нереальный Совершенно по темпу С его ГПМ И Топ-вышка падает Очень странно, да Что топ-вышка падает Первый среди всех вышек Обычно это не происходит У Радиансайда Но мы видим то, что пришли Всей командой И зарубили эту вышечку Таким образом Ослабив треугольник противника Причем Еще и поставили Очень хороший глубинный вард Здесь На треугольнике Брейма Ну и максимально пассивная дота И эти катки пока что Сами они ничего не предлагают Потому что у них просто нет левла на панде Что, конечно, крайне обидно Зерпс там пролетит У Зерпса есть таки уровень 6 Угу Но убивать вот кроме пуджа пока не с кем Пока панда шестой вперед Офигенный хук Зачем только ману потратил, что называется Так, ну и все, минус путь Он нажимает третий Нажимает третий и, понятное дело, минимализированный Получает урон, но здесь слишком много обидно что-то нету дота пока что ты заказки никакой медас все хочешь лукас опять причем не медас какой-то for straight да там на ранних таймингах словно там на седьмой на восьмой на девятый вот нет медас поставок он сыграл по тэху вот только тогда медас еще блин по мне это такое извращение на разори сейчас на разори это жесть просто то есть разор почему пикается вообще в доте да только по одной главной причине что у него билд это бкб просто стрейтовая то есть тебя таких героев только два это он и кунка больше таких героев нету сейчас ныншими это ну ну или на типа сквозь тревела это делает а вторым слотом и потому ты хочешь этого героя иметь у себя в пуле шутер просто нереально круто собирается в бкб шучку рефрешеры там ну условно говоря через falcon блайт может быть там или вич или чё нить еще такого плана и потом он такой классно несется вперед и с диким темпом сносит тебе все но это 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 паспорт я буду вам это ну на ютку здесь и хопать свой сюрприз путь дула ты будешь пришел разбираться с детства вес понимаешь что он таверне уже просто а зачем стики нажал чел чуть ты че нет у него он просто бежит что происходит за ним вайпера она происходит с нами баннер по трансляции дорогие друзья которые можете по которому можете классно тезолтать 10000 ребятов от в майн или лифитан реально остался живых и хвай то есть им настолько всем на него пофиг было что они решили даже уничтожить на топе панду закрыли но главная причина по которой все эти пикали дизраптора это очевидно затыкать панду чтобы он не разлетелся уже за время у тиммейта его можно убить и самом это хорошее было решение и мы видим что она реализуется это слышу звук у кого-то ест и что это фрака это всего это фарм такое бывает я на самом деле ару с того что за звук слышится по всей карте так поджиг пошел у код скидал под замедло зевса кстати хорошая связка получается да у тебя замедло зевса практически до нуля сводит твоему спит казалось бы но там был сноу болт так надо убить расходе разу арсалова нам разберутся что там веса вообще-то от виша это опасно это минус 2 кора да минус в укус нет двух суживает перебил ультимейт панды лукас эти возвращают его добивая дизаер что за грязь а чё панда не дала ему стан типа да ну кстати ли кд возможно был этот стан он там довольно низкий ладно но отыграли как отыграли получили все равно намного больше бреймы потому что они убили двух коров в этой драке не потеряв не сейкера никак лает самое главное для них хотя по деньгам немножко выиграли даже да а собственно и потеряли соляной бета моя ошибочка ну значит получается что для изикатки тоже этот драк вообще драка неплохая особенно учитывая что это паш паш пашеку хочется складочки у него уже четыре складочки которые дают ему 8 сил очки и подход уже точек подходит пуш к ганиму миндайси готов на лукасе причем вот он молодец правильно сделал что не собрал потеху сначала тут слишком поздно было бы так с такими таймингами еще можно мириться из из наконец-то падет сейчас вышка вот он на копе тоже не дает и вообще никого не пустит долгое время и центре постарается не пустить здесь уж как стать сильнее пробита у брэйм орлок дезераптора это интересно у них pvp кота вмешался ничего не остается кроме как улетать для мастер 3 900 кошмар друзья погач другой стороны бремастер такой герой на котором патаганин купил и все тебе достаточно ну рефрешер рано или поздно тоже остальное это так приятные бонусы интересный телепорт это что будет рошанов никаких сейчас быть не может она движение от левона на т2 свою прилетел и все и встал в центре думал сначала смог может какой-то праздник не стали надо дождаться бкб на сикеры в первую очередь это через бкб там много контроля а не менее из него еще худо реально учитывая что фронтлейна нет хотя бы сикер будет сколько-то выполнять с бкб ну у него в любом случае нету выбора в вопросе драфта в смысле вопросе билда вот 20 кир один из самых страйтов и иногда самых простых драфтов на даче билдов на планете земля он всегда собирается молнии всегда собирает себе бкб дальше собирается башарок и ты нереально крут потому что сядет за скорость атаки с башерков вот а дальше уже начинается вариация после этого паджик заходит на ботом вместе своими тиммейтами пытаются не найти стикера у них это получается на слишком поторопил старается своему тиммейтом смысле сухом ульту сбили при помощи статика но здесь понятно что все все равно получилось потому что патч тупо машина для вбивства еще и кроме этого с агонимом да то есть появлением артефакта и закатка пошла его реализовывать реализовала успешно и время забирать за это дело товар потому что у противника нет вообще ни черта мало того спартан ты чё здесь делаешь про куда тут что-то здесь остался ты же знаешь что там вся команда с тобой на боте стоит и же их видео и вайпер вайпер уже в центре бьют 4 по всей карте ну начинает искать сбываться те самые ощущения которые он говорил по поводу драфта но это конечно ничего не значит потому что это просто успешный ганг то есть брэйма еще не собрались до своего пика силы пик силы будет конечно же с появлением двух пока больших новейшей на на 20 кирям и вот тогда начнется война настоящая а тут как бы пока просто мини маневры при движении пути соло ганги и так далее и семь складочек кстати которые 4 14 силы пункта много и только начало игра про фраги и стоит с другой стороны что заканчивать по большому счету нечем команду кушать все плохо окно и зарплю сыграть типа наверное я буду с разом вообще в принципе довольно хорош в том чтобы стоять на рампе просто что тебя двойной бкб до из рефрешера и я что рабочий все очень не скоро там можно и аганим у него вспомнить естественно да 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 аганим у него тоже был припален но все равно тут ни рошана ни вышки пушить не могут короче опять жду продолжительную карту ну такой минут на 40 есть чем защищаться обеим командам нужно нападать как бы у сикера скоро у разора нормально репрешер там не скоро еще при мастеру надо аганим нафармить на эти катки на самом деле смог нажать у них есть во первых все ультимейты не считая голема ну там ладно шторма нету можно подождать а так целом они очень сильные сейчас у них этот аганим пуджа который полностью меняет расклад сил и бкб на разоре пока бкбшек у противника нету надо форсить но они сейчас дождутся когда у сикера появится бкб она уже совсем скоро когда у котла появится бкб и они его вытирать не смогут за рассказ такое себе честно говоря решение по макро можно было бы получше но сейчас нарезали драку по динамиде хотя непонятно кто кому вязал такое ощущение что брэймы навязали самому поняту за счет того что у левона появился бкб он такой пацаны хочу подраться но вообще без того того пытались напасть не одесса вместо этого потеряли свою тройку минус спартаны без ультимейта спартаны здесь вообще принципе делать нечего desire влетел минус и кубович но при всем desire тоже никуда не уйдет окей минус 3 эх чаще и чё и чё вот чё он вот что это что происходит full bkb он про проставил в контроле против бкб и умер ну не full конечно бкб но во-первых куда он побежал потом он знает то что сам вся команда стоит разор просто уничтожил где такой чё 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 не хватает уже урона то есть начинается та ситуация когда лучше не чувствуют а остальных просто воров да не не на самом деле у карта все нормально с дамагом будет и даже сейчас окей вопрос то что они дерутся просто ну а не фидит под баба и все это не драка то есть нету ситуации в которой котел стоит и все это время сдувать жестко он задул 2-3 раза максимум он нанес дэмэдж это минимальное количество в этой траке 24 2 500 это для задовки это фигня полная ну и спартаныч тоже видит просто вернулся обратно из таверны и запятил еще раз но за это потеряют пуджа что довольно много особенно учитывая что еще и рейзера туда же отдали и закатка начинает шикарные файты батит на какую-то полную фигню бреймов потом байтится сама уже поставку не закончили все ресурсы все кнопки и такие а пойдем еще подеремся ну давай вперед и отдают 1300 то есть только что они выиграли 1300 и отдали 1300 забавные парни мне нравится драки совершенно беспечные бессмысленные беспощадные ну и лишь соответственно это правда это да это не самая высококлассная дота но иногда она бывает очень зрелищный в итоге брейм сейчас достигли самого практически до самого высокого преимущества за всю карту 2200 у нас копейки максимум так целом очень сбалансировано все это все и по голде ребята выходят смоках пара героев так скот найти да они нашли вокруг рошана там что-то прыгают бегают не хотят минусы потом на рошана дискорд проблем говорят нормальная тема сейчас надеюсь пофиксят может быть где-то последний раз были проблемы с дискордом вообще недавно бывали кстати я тоже думал что их не существует и что это просто фейк но такое бывает вот новом и дорогие друзья напоминаю что есть игра на паузе силы покидают то попробуйте торнадо energy со ним ты всегда в игре кликай по или ссылки в чате чтобы остановить свой ресурс вот пацанам тоже нужно поставить ресурс поэтому сидят на паузе немножко надеюсь то что скоро вернуться счетом кстати в этом на лане там первую карту я сам взяли к 100 прикольно а по моему предсказуемо очень ну там говорили что да она очень слабый сейчас надо говорят очень слабо катает за счет этого даже копикнули ликвиды для она кстати заметил да как в америке кстати в очередной раз происходит следующая команда который не нужны очки не едет на следующий мажор тсм набрали за счет финала на прошлом и абсолютно плохо провели последний сезон я кстати вообще не смотрел что они там то ли я мире 4 3 они 4 3 по моему сыграли но это плохо не так но не надо для них это очень плохо потому что там три команды всего и они должны были играть ну типа 5 2 в худшем случае вот обычно они там на переигровки гоняют регулярно ну и и г соответственно с этими сквинси поедут очки пытаться набирать лгд тоже зарубили когда сказали мы не будем переигровку катать пусть у нас будет четвертое место в группе так они я думаю понимают то что все равно большинство не смогут поехать а я с другой стороны вот непонятно они же выбрались из страны сейчас ну да вот я об этом и говорю что типа ты с одной стороны думаешь а может быть будет забавно если все те команды которые ну или часть команд которая поехала сражаться за 4 ляма да не приедут на мажор просто что это не 4 ляма скажут а что у них там ковидные проблемы а мне кажется я не уверен конечно мне кажется китайские команды же возвращаться не будут нам могут так и сделать до мажора то сколько осталось формата что мажор потом ти айти мишу не 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 а ты имеешься сначала вот сейчас сейчас до турнира потом мажор сколько две недели разница я думаю они доедут сразу до сша доберутся но конечно временные диапазоны у них полная еще хардкорная тема потому что у тебя получается китайское время свечнуто на время солдатской аравии по факту это чуть ли не наш часовой пояс плюс минус да у меня улетел этот свет сейчас секунду и 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 Да, да, о том, что сначала, соответственно, Саудовская Аравия, потом Америка, потом обратно Китай. Это же просто жесть. Вообще, очень сложно. Вот, но я уже не говорю про разницу в еде, которая почти всегда волнует китайские команды. Крайне они требовательны к этому вопросу. И довольно часто им печально, что похожие на их привычную еду они не могут найти. Тех регионах, которые они обычно приезжают на ланы катать. И спешили это касается Америки. Так, ну пацаны, ну надо что-то делать уже. Ну, камон, let's go. Слишком долгая пауза в дискорде. Там же дотов еще надо посмотреть. Пока, конечно, все идет к тому, что изикатка должна набрать свою критическую массу и, наконец-таки, напасть. Наконец-таки сама организовать нормальную 5 на 5 человеческую драку. Буквально через, там, 300 голды у котла, например, да, вот появится БКБ. Это будет 3 БКБ у Брейм. У них будет пик силы очевиднейшие совершенно. Им будет пофигу на этого. Будет пуджа, им будет пофигу на бремастера, им будет пофигу на Зевса. Некоторое время в тимфайте, да, то есть им нужно желательно короткое, короткую драку. Team easy have 5 minutes of pause time left, пишет наш админ. Вот, то есть на протяжении 10, там, еще 9 секунд им будет пофиг на этих героев. За это время им надо по-хорошему взорвать Разора. Если получится, если не получится, то хотя бы пуджа. Вот, и уже с этим минусом они смогут совершенно спокойно дальше драку выигрывать, а потом Рошан забирать. Вот, пендрот сдушит, естественно. А то его работа. Короче, господи, с кем же мы комментировали? А, с джемом. У котла, знаешь, этот ехидный смех? На смешечку-то есть. Как же он горел. А он ее спамил, знаешь, каждые 30 секунд, наверное. А я никогда до этого не замечал. И потом он, как только сказал мне, я начал это замечать регулярно. Это ужасно. Так, ну все, поехали. Наконец-таки у нас пауз закончилась. Мы готовы с вами вместе продолжать наблюдать за происходящим на второй карте первого быстро. Три смок. Интересный смок, конечно, учитывая то, что котло летит уже по КБ. Нашли Дицераптора. Ну, смок ради пятерки это полная фигня. Оно того не стоит, ни по-рум образом. Вот, напоминает нам про баннер по трансляции. До Детиза еще прибетов можете золотать на винлайн. Как вы понимаете, винлайн перестали просто давать коэффициенты, видимо, на эту катку. Потому что она слишком рандомна. Или потому что просто... Не знаю, не захотели. Но, в целом, в начале карты, напоминаю, были 1.5. На према по не являлись здесь фаворитами. И пока выглядит так, что путь сейчас просто пошел на собственную смерть. То есть красиво, конечно, летел с блинка. Дал ультимейт. Но его просто лопнуло. Со скоростью света. И панда с ультимейтом тоже ничего не может сделать. Короче, у меня ощущение есть, что они не понимают, когда пиксил у них. Когда пиксил у противника. Потому что иницировать драку в ситуации, в которой у тебя, у противника, 3 БКБшки. И ты об этом вроде как плюс-минус знаешь. И должен чекать, да? Вот. И ощущается, что ты просто делаешь фигню. Идешь и борешься с противником. А надо наоборот. Просто дофармить свое шматье, потому что ты сейчас слабее. Просто спокойно защититься. Ну да ладно. Что там надо? Кого это волнует? Пусть посчитал, что, короче, он сильный. Но он не сильный. Рейзер, тем временем, под атакой находится. К нему под самоком летают пацаны. Нажмутся сейчас кнопки. Лукас нажмет БКБ в ответ. Очень интересно, конечно. Опа! И патч снова ошибается в вопросе о том, чтобы тут телепортироваться прямо под Дизраптора. Его возвращают обратно. Ну и в целом, Брейм и красавцы выбили БКБ, не теряя собственного БКБ. Начали-начали наворачивать преимущество Брейм. И сейчас очень важно, ну, развить его там тысяч до десяти. Потому что здесь такие драфты, где там даже преимущество в пять, семь, восемь тысяч. Оно не будет каким-то решающим, я бы сказал. Здесь легко переворачивается и тут в другую сторону. Но все-таки, вот с точки зрения защиты и геймчейнджа, да, наверное, у изи катки даже покруче. То есть один путь, один удачный хук и все. И у вас, может быть, игра полностью перевернута в вашу пользу. Представим, что он вытянет, ну, если не котла, то сикка какого-то. Так, ну, пять тысяч перефарма от Бреймов. Пока что Виш бьет по миду. Синсидирает линки на сферу себе. Хочется от дисмембера спасаться. Потому что, по факту, это единственное, что его по-настоящему убивает. Ну вот, ну и линка также появилась на рейзере. Дальше будет рефреш. Лукс, конечно, своеобразный билд. На этом разорим. И мидасик есть. И после БКБшки линка они рефреш и так далее. Гулет от Худжа. Спартан спитал вообще все, что было. И еще остался в живых. И даже ультимейт еще не использовал. Панда разультилась. Пытается найти здесь Элевена. Элевен. Без форстафа, без БКБ. Ноль эскейпа. Но Хук не достигает цели. И атака получается довольно слабая. Ха, готов на развороте играть. Закрывает Худжа. У Буджа нет БКБ, он, соответственно, погибает уже 100%. Ну, как-то прохладненько выглядит все, что делает изи-катка в своих атаках. У них такое постоянно. Я не знаю, у них нет баланса. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Брейм, хотя бы иногда могут какое-то хладнокровие проявить. Включиться. Они же понимают, что им еще целую серию дальше играть, вот без паузы. Ну, в смысле... Я очень сомневаюсь, что они хотят растягивать, это значит, на 5-6 карт. На 5-6 карт. Ну, типа, сейчас третью, потом, да, еще 2-3. Конечно, им хочется сейчас закончить. Ну, с другой стороны, они просто по кайфу катают. То есть у них явно видно, что они играют на тех героях, которым им прям вот нравится, да? То есть мы видели в предыдущей карте. Пик Рубик Марсе. Явно очевидно совершенно, что это вот дизайровские классические герои, там, и спартановские. И мы их видели миллиард раз. Здесь то же самое все по сигнатуркам. И при этом всем еще и драфт предыдущего патча. То есть они такие, типа, ну, она нормально. Ну, то есть, ну, по кайфу шпилим. Знаем, где мы сильны, знаем, где мы слабы. Пикаем в Разора. Смысль Вайпера оставляем в Разора. Плевать все равно будет эффективно. Мы все равно все знаем, все равно все умеем. Тем временем Сноуболл полетел из-за Уитера. Циблинка убегает обратно. Четверт Абраимов собирают Варлока. И Кук против Котла. Вот, наконец-то, Котла забрали. Или не забрали. Нет, ультимейта не хватает. Вы вдумайтесь в это, да. Печально, печально. Вот потом будет 10-й левел будет на секунду больше Дисмембер Дюрэйшн. Ну, на 0.8, но по факту это секунда. И вот тогда, возможно, хоть что-то получится. Ну, и все, Сноуболл сейф, соответственно. Тебя возвращает еще, кроме этого. Все это под Раптурой. На Пуджа просто не хватило стана. Да-да-да. Вот совсем шикарно. Да, мне кажется, очень странно то, что они его вернули. Его можно было не возвращать, да, то есть Климс был ошибкой. И в таком случае он бы не взял БТП. То есть он взял БТП, но мы бы сберегаем сон и так далее. Не доигрывают Брейму в некоторых моментах. Но все еще довольно сильные. У Панды очень мало, кстати. 8200 на Панде это просто боль. То есть... Ну, во-первых, у Пуджа мало, да, там, это понятно. Такое бывает. В том случае с Пандой это прямо совсем недоделка. Тем временем убили при помощи ультимейта Зевса. Забрали Дезайра. Райс идет. Хочет скушать Спартана. Спартан в инвизе. И сам заходит в собственную смерть. Походу нет. Рэммл сплит. Да, Пудж в таверну, это точно. Ему заплатили отжать рут, поэтому он сам себя убил. Точнее, не рут, а рут. Рейзер. Снимает с него линку. Добивает он Блассикера. Хороший мув. Но Топи тем временем пытается с Левом поразговаривать, но Левом в порядке. С одной хипаут. То есть могли дотянуться, очень-очень близко было. Второй спелл с Девсом. Но не дотянулся верхний. У меня как Разорплоф стартанул. Какой у него сейчас натвор шикарный. Гимми Даста окупается на дистанции. Угу. Долго с ним уже катает. И Рефрешер покупает сейчас. Ну давай скажем так. Он, возможно, не окупается для его тиммейтов. Потому что им хотелось бы, чтобы Рейзер был активнее, да. И быстрее получил бы свое вот это раннее БКБ и так далее. А вместо этого у него был МИДАС. Рефрешер нажимается Рейзером. Дайсер войти. Дал второй Афшторм. И это, походу, минус Вайпер, да? Да. Тут нажал БКБ, зря. Как бы так просто погибать совершенно спокойно. Еще и Дизайр решил зафидить. Че происходит? Зачем? Тиво? Очень странные мувы от Бреймов. Ну, ты говорил, что они не хотят 6 карт играть сегодня. А выглядит как будто бы это не так. Жесть вообще. Ну вот типа че сейчас они делали? Че-то что-то странное. Я не знаю. Если вот как будто бы прям максимально. Им нужен единственный вариант Бреймом побеждать в драке, да? Это засетапить смерть раннюю Рейзера. Если они не убивают Рейзера, сейчас пока что он является очень-очень серьезным персонажем. Попозже, конечно, вакталочка закончится. И это вот двойные БКБшки, бла-бла-бла. Это уже не будет так сильно решать. Но пока они прям вот просто смятые. Ну и позиционку нужно нормальную, потому что то, что они творят сейчас, это лютая жесть. Минус Рошан для Розора. А, для Пуджа. Ну ладно. Паджик, конечно, все еще довольно бедный, но уже постепенно догоняет Вайпер Хозяба. Уже хорошо. Счет у него, кстати, 8-8-8. Возможно, считают, что Розор и так выживет с двумя БКБ. Ну, что Пудж все равно войдет, типа, и танкует, то, чем он и занимается в протяжении всей катки. Таким образом станет и будет полезен потом. А Рейзер в Кяклов все равно не пойдет. Первым. Отличат Баджиков. Ну, придется теперь, Брейм, наверное, ждать атаки со стороны Изикатки. Самим никуда не лезть. Просто проще. Ну, где-то с хайграунда за счет. Я даже не знаю, за счет чего. В БКБ, кстати, появилось. Кто-то Джем. Влетел в Дезайра, забрал Дезайра. Тот Вардил. Ну, хорошо. Это мало что меняет. Сейчас надо пойти сломать последнюю внешнюю. Правда, там не сейчас точно произойдет. В контре, в смысле, снесут. Донизу не дойдут. Последнюю внешнюю линию не заберут. Может, на хг прямо сейчас? Да, можно. А что делать? Что еще в такой ситуации делать? В смысле? Внешнюю таверламать? Два девушки еще на боте стоят. Нет, я вижу. Я к тому, что они все распушены. Ты слабо пострадал. Разор мискликнул, нажал репрессер. Гагаю. Понял. Ну, либо он просто хотел второй шторм нажать, но в счет у меня есть сомнения по этому поводу. Да, тильд. Хорошо, пушат. Ну, два. Ну, да, остается спокойно. Я подпушиваю, спритит, соответственно, Брейма. На топе Дезраптора, ты меня занимаешься на миде Тускар. Ой-ой-ой. Вернули, вернули Развора. Красивое, красивое нападение было. Но Развора вернули, а БКБ он нажать не захотел. А мог бы нажать, тогда получил бы Дезраптора себе в лицо. На халяву. Без смс-регистрации. Но его команда была далеко, поэтому решил, что БКБ он этого не стоит. Сверху еще и репресс у него в КД. Нашли Драку наконец-таки себе, если как-то. Лукас в печали. Лукас в тильде. Лукаса сейчас убьют. Ну, нашли, конечно, Драку. Вроде как с Аигисом. Но сейчас они проиграют игру, если что. Как я и говорил, единственное, что нужно Бреймом сделать. Единственный вообще импакт в игре идет только от Рейзера. Если они убивают Рейзера первым, то дальше становится все намного-намного проще. Так, бьет Рейзера. У Тхага нету шарда, что ли, я не понимаю. А, есть шарда. Но все равно довольно слабо бьет. Шард просто дает процентаж. Соответственно, против Уджа это хорошо работает. И минус планшара в размен на Сикера. Дезайр сразу же укупается. Заваривает суп в Орлок. Борщ вкусный, но, к сожалению, бьется погибнуть. Он тем временем еще и даблкил оформил Виттер, добив Лемона. Окей. Вторая льта полетела от Фондорена. Дезайру больно. Есть Глимер Кейп. Окей, все, отошли. Ну, драк с Айгисом получилось, конечно, крайне печальный. Хотя по деньгам, на самом деле, все отыграли ровно в одинаково. Да, тысяча 300 одной страны, тысяча с другой страны. Там байбэк Таска. Сейчас, кстати, купит... Ну, ладно, не сейчас, скоро относительно купит себя Аганим. Интереснее будет строить позиционку. Мы в самом начале говорили, что у них фронтлейна нет. Сейчас, возможно, фронтлейн как таковой не нужен будет, если Таск красиво сыграет. Вот там выкинет, пусть-то, минусно, ты уже дальше будут. Да, да, да. Там вся идея в том, что им надо полностью делать диспозицию для Розора, как в предыдущей драке, где они нашли его очень далеко от своей команды. Ну, довольно далеко от своей команды на перетяжке. Так они просто будут его видеть, выкидывать отдельно далеко, либо справляться с его командой, либо убивать его. Ну, либо это делать с пуджом, да, потому что пудж воняет, ходит вокруг дракера. Чем внутри драки, довольно много от него импакта именно за счет его Аганима. Хекс, тем временем, кстати, на Розора. Руси его. Но бесполезно. Ну, это вот классические игры под названием «Те, кто не могут закончить, забирают Аегис», да, а те, кто мог бы закончиться, они Аегис не забирают, потому что проигрывают какие-то невнятные файты и так далее. Но в целом Браима вообще еще особо сильно не страшно, то есть свой первый фиксил они, в принципе, отыграли нормально. Дальше дофармливают до следующих шмоточек. У них лейт-то, ну, довольно крутой, да, то есть у тебя три героя, которые очень много импакта дают в Уйзе. Вайпер начнет раскрываться вот с этим шардом. Вот мы видим Дэйдаус, он хочет нафармить после Скадоса. И смог нажали изикатка. Смог нажали изикатка шиподвижным, что-то они так ставят, интересно, на Браимах. Ну, что-то подозревают, короче, что-то имеют какое-то понимание того, где находится оппонент. В рейс, залетает Диэз Раптора, Диэз Раптор ставит верно, уже 100%, надеюсь, в Эфбэхо, Големыч, но тут минус еще и тут Скарыч. Скарыч тут пытался напасть на Худжа, выкинуло его на хайграунд. Худжу тоже плевать. Хук! Идеально сыгранная. А? А? А что, стана там нет? А, там БКБ же было. Или что? Соба, подожди, а как он вообще выжил-то? Он никто не сбил. Хук не сбивает, блин, ТП, что ли? Похода. Он сбивает ТП. Жест. Что случилось, блин? Что за загадки? Ладно. Хук пошел очередной на катлаг, и что приходится использовать БКБ. Без саппорта пока Бреймы, надо спросить Хайграунд. Два и раз, и два, и три. Минус мидал. Спартан вылетает. Тает ультимейт. Патч, больно ему. Пора ему скрыть, пошел гонять саппортов. Саппортом плохо, у Вайперы есть БКБ, возможно стоит нажать. Ну, теперь уже поздно. Сажали. Убили. Хорошо играет. Патч здесь. Максимал очки помогают. Вторую линию можно потихонечку убить. Сейчас никого не вытянул. Ой-ой-ой-ой. Обзурочка на Патча. Патчу, честно говоря, пофигу. На него и урну дали, и Варлок толкил. КБ нажимает, разу вор. Так, кик пошел, кстати, Валрос. Попробует его, да. Ну, как я и говорю, просто... Он глот устал кекс. Котл-блот устал кекс. Ну, да, какая разница в целом. Ну, в смысле, ты же даешь, что он на кекс противника. Его надо фокусить, но... Сикер просто не может встать и бить, понимаешь? У него, тупо, нет такой опции из-за того, что... И рейзер слишком огромный, и очень много импакта дается, и ты хочешь, вроде как, что-то сделать, но не очень получается. На рейзере лотут, блин, после линьки. То есть у тебя два сейфа слота. Интересное решение. Но пока работает. Вот, сейзи катка. Зашли, снесли миддл. Побили немножко топ, отошли. И понимаю, то, что ресурсов очень мало. Все в кдшечках. Брюмастер потратил 4 ультимейта. Боже, это же есть вообще. Тупо... Вот брюшку надо находить и закрывать дезераптором, конечно. У брюшки нет никакого БКБ. Надо просто за сайленс его убивать. Я понимаю, что с 3000 хп сложно будет справиться, но не настолько... сложно. Как с шестью... Как с четырьмя праймал сплитами. Ультимейтан Зевсен. Должь спалить смог. Сейчас сами смаковаться будут. 45 секунд, Рошана. Смакетский пошел. О... Уильтаром... Интересно очень заходят. Так же... Что-то в нем все отдали, выкинули. да, он станкует 800 тысяч урона, пока вы его будете бить, а таска уже разорвут лайпер тоже не герой, его тоже убивают пытается разменяться разором, кстати, перед смертью, серьезно подамажили, но не добили я не знаю, в чем смысл цеплять именно пуджан, 3600 тп ну, да, возможно, не стоило, рота, вот прыгай, ставимся прыгай не вышло, но, опять же, меня сегодня радует, то, что я по драфтам полностью прав и... правда, очень хороший набор героев в этой катке очень старый набор героев от Бреймов, очень плохая композиция файта из-за того, что у тебя коры, это просто, ну, нифига не фронтлейнеры они нифига не умеют создавать позиционку они в этом вопросе максимально плохи да, у тебя, ну, не бывают ситуации, где ты можешь взять себе в коры в бластикера котла и вайпера и чувствовать себя зашибись даже в паблике это будет ощущаться как полная, ну, типа, вот просто невозможность и нормально инициировать, и нормально создавать позиционку и контролить персонажей противника что у тебя просто нету станов, блин даже с появлением Хикса на котле, как мы увидели с вами это вообще никак не повлияло особенно учитывая то, что у противника дофигища БКБшек еще и с рефрешерами ну, в общем, такое себе будем надеяться, что в следующей карте Бреймой получше на драфте это получше исполнит ну, и изекатка молодцы, что вышли на 1-1 и увидимся с вами после паузы на третьей карте и с вами был Игорь Негода